В общем, прикольно в этот раз. Мы выбрали тему мифов. Вроде как управление. Про управление все говорят. В управлении очень много заезженных тем. Мне классическая, больше всего мне нравится тема, которую утверждает. Agile — это круто. Agile — это нифига не круто. Agile не работает в большинстве команд. Agile неверно запускает, неверно эксплуатирует. Agile вреден для большинства команд. Он приводит к тому, что люди не видят перспективы, что ничего не работает. Ответственность, которая распределяется на команды, очень редко кто может нести. Мы это, кстати, обсудим через пару часов, через час. Где-то будет Agile Battle в главном зале. И один из мифов — это процессы. Процессы — это сложно, процессы — это очень тяжело. И вот когда думаю, что надо бы это тоже запроцессировать, схематизировать, боже мой, как, с какой стороны подойти. На самом деле это все. Сейчас нам расскажут про то, что это просто. Что можно взять, просто-напросто и сделать. Очень-очень быстро все это будет работать. Саш, представитель. Спасибо, Олег. На самом деле процессы — это люди, в первую очередь. И вот, наверное, мой доклад будет чуть-чуть меньше о системах, с помощью которых можно автоматизировать процессы. И больше, наверное, об основных принципах, людях, которые эти процессы строят. И как эти процессы сами должны эволюционным путем в компании зарождаться. Я расскажу на опыте своей компании, компании Agile. Расскажу, почему я никогда сильно не заморачивался над автоматизацией. Почему они сами возникали, эти процессы. Сами автоматизировались. И как-то все само строилось без особого активного участия моего или управленческой команды в этом. Сейчас расскажу, почему для нас это точно бесстрашный опыт. Для начала вопрос. Кто здесь вообще из сферы веб-разработок? Поднимите руку. Супер. Хорошо. Ну, в общем-то, кворум есть. Значит, мой рассказ будет в тему. Наверное, будет полезен вам. Во-первых, нам 10 лет. Вот в этом месяце, значит, исполнилось. Мы очень рады. На самом деле, я не ожидал, что мы так долго уже существуем. Но до этого у меня не было компании, которой 10 лет уже. Было несколько компаний по одному-двум годам жизни. 10 лет оказался вроде таким длинным периодом. На самом деле, пролетели мгновенно. Но когда ты смотришь, собственно, назад, то много интересного можно для себя увидеть, как, собственно, все развивалось. И вот можно в двух словах проиллюстрировать. 10 лет назад у нас было 4 сотрудника. Мы, собственно, делали один продукт, ну, или оказывали одну услугу. И у нас был годовой оборот около миллиона рублей в год. Соответственно, для управления такой команды нам ничего не нужно было. То есть мы сидели все в одной комнате, могли друг с другом общаться напрямую. Никаких бюрократических способов коммуникации нам точно не нужно было. Они нам только бы мешали. 6 лет назад у нас было уже 25 сотрудников. Мы все еще делали один продукт или оказывали одну услугу. И оборот уже был в районе 20 миллионов. И здесь, конечно же, нам чего-то уже нужно было для управления таким коллективом и процессами, которые в нем происходили. Ну, нам, в принципе, было достаточно банальной системы управления. То есть у нас была некая инфраструктура на уровне почтовых рассылок. Все коммуникации шли в почте. Как с клиентом, так и между собой. Все фиксировалось в почте. Ну и, собственно, некие общие правила уже тогда начинали формироваться. Некие общие правила, например, того, как происходит workflow по проекту. Где взять какую-то документацию и так далее. То есть эти общие правила просто у нас существовали на общем диске. И тогда эта система тоже вполне устраивала нас. Три года назад у нас было уже 60 сотрудников. Уже было три направления. Соответственно, понятно, что каждое направление чуть-чуть отличается по процессам между собой. Ну и около 70 миллионов рублей у нас был годовой оборот. Здесь уже, конечно, чуть сложнее было управлять всей этой историей. И у нас начали зарождаться первое – это различные вики. Первые вики появились самими собой у разработчиков. Разработчики начали описывать историю работы над проектами. Все проекты становились все дольше и дольше, длиннее. Соответственно, нужно было передавать знания. Потом вики эмигрировала к менеджменту. Ну и в общем-то в какой-то момент вики поглотила все наши процедуры внутри. Начиная от стойки ресепшн и заканчивая, собственно, тестированием. Все сейчас у нас проходит вики. Значит, дальше стали прописываться роли в компании. Так как мы понимали уже, что, в принципе, некоторые сотрудники в компании, ну это достаточно типичный, так скажем, специалист. Мы должны описать, какие у него будут роли, приблизительно сколько он должен для нас стоить, сколько он должен выдавать, ну ценность продукта, который он должен выдавать на выходе. И, соответственно, все это у нас автоматически может начинаться с нашего HR менеджера, который работает, соответственно, по найму таких специалистов, используя вот прописанные роли. И заканчивается, собственно, тем, что мы контролируем, насколько эти роли исполняются. Соответственно, дальше все возможные вопросы, которые по много раз задаются нашими сотрудниками, мы автоматически просто вносили фак. У нас тем самым факу формировался. И какие-то процессы начинали уже получать такой системный, значит, отраженный в документации workflow. Понятно, сайто-производственный процесс, процесс сдачи проекта, документооборот. Все автоматически просто фиксировалось. Сейчас у нас в компании более 120 сотрудников. В принципе, нельзя назвать одной компанией. У нас уже 4 компании в той или иной, значит, степени задействованы. Мы уже, собственно, имеем 10 направлений и более 220 миллионов оборотов годовой. Конечно же, этим управлять надо совсем по-другому, чем мы управляли компанией из 4 человек. Ну, во-первых, уже появилась такая штука, как корпоративная культура. Надо понимать, чем твоя компания, в принципе, с точки зрения HR-политики, так скажем, отличается от других компаний, подобных тебе. И особенно, когда ты начинаешь конкурировать не только с компаниями, которые занимаются тем же самым сайтом строительства, а ты конкурируешь уже с вполне более крупными компаниями по деньгам, которые занимаются другими вещами, но которые заинтересованы в твоих специалистов. У тебя должна быть своя корпоративная культура, тебе нужно ее фиксировать, тебе нужно ее поливать, ухаживать за ней, выращивать, чтобы люди действительно шли к тебе, в твою компанию, в твою экосистему. Тебе нужно понимать и четко доносить до каждого сотрудника, какая его карьерная лестница, что его вообще ждет в будущем. Она, наверное, не обязательно должна быть очень четко прописана и детализирована. Несмотря на то, что для некоторых сотрудников у нас есть вполне ясные грейды, для всех сотрудников просто должна быть ясна перспектива, что он на этом месте не будет сидеть всю жизнь. Вот. Значит, соответственно, таким же образом для практически каждого сотрудника должна быть зафиксирована система мотивации, чтобы этим было удобно пользоваться. Соответственно, если, грубо говоря, я придумал для какого-то звена систему мотивации, я могу это передать руководителю соответствующего департамента, и он может эту систему мотивации применять везде. Поэтому для каждого сотрудника у нас тоже все зафиксировано. Конечно же, дело производства, большое количество документации, особенно, когда ты делаешь бизнес в России, все это прекрасно понимают. Документов очень много, и специфика документов большая, поэтому тоже все должно быть обязательно прописано. Ну и в какой-то момент ты начинаешь уже документировать инфраструктуру в офисе, а дальше автоматизировать использование офисной инфраструктуры, начиная от бронирования переговорок и так далее. Все это тоже возникает автоматически, когда у тебя появляется какой-то момент точечный переговорок. Сначала возникает листочек, который пролепляет о переговорке, где люди пишут время, а потом как-то это автоматически переходит в Google документы, из Google документа в какой-то момент переезжает в Bittrex 24. Значит, на самом деле, чем быстрее ты растешь, тем быстрее ты меняешься. Это как бы другого не дано. Но перед тем, как я вообще хотел рассказать, как же у нас детально все это выглядит, я хотел, наверное, ответить на вопрос многих. Ну круто, что вы растете. Как расти быстро лучше, расскажи, чем рассказать нам, как управлять во время этого быстрого роста. Вот поэтому я в двух словах расскажу, как я считаю, можно расти быстро, а потом расскажу, собственно, как можно дальше быстро меняться. Во-первых, я поделил на три больших таких куска рост. Но первое, это надо, конечно, наладить хорошенько входящий поток. Входящий поток лидов, заявок, неважно, как его будет называть. Значит, все очень просто. Все начинается, на самом деле, с пиара. Я считаю, пиар самый великолепный инструмент на нашем рынке. Причем многие меня спрашивают, ну вот мы еще пока ничего такого крутого не сделали, и что нам пиарить-то, собственно. На самом деле пиарить надо, в первую очередь, не свои кейсы, а пиарить нужно свой подход, свое видение, вообще свою философию. И вот эта вот идея, новые вещи, которые ты хочешь использовать, проекты, в которые ты веришь и так далее, вот это достойно пиара на первом этапе, и оно уже генерирует достаточно хороший поток лидов. Дальше, соответственно, автоматически это происходит в продаже, дальше производство, дальше у тебя уже рождаются кейсы. И, собственно, это постоянная такая история, в которой рождается пиар, который тебе постоянно дает входящий поток лидов. И второй – это внутренний поток. В какой-то момент, три года назад, мы на него перефокусировались, то есть до этого много внимания уделяли именно входящему потоку. Через три года назад сместили вектор внимания на внутренний поток, потому что из него, на самом деле, рождаются более качественные лиды. Внутренний поток управляется в основном менеджерами, но в нашем случае мы выделили ролью аккаунт-директоров. Это наши топ-менеджеры, руководители менеджерских групп. Суть в следующем, что задача аккаунт-директора, собственно, вести свой клиентский портфель, соответственно, планировать по этому клиентскому портфелю менеджерский состав. Но самое главное, что они планируют нагрузку. Они выхватывают лиды, формируют их в готовые заказы. Они вместе с клиентом доводят проект до конца и после этого обеспечивают пиар этому проекту. Причем мы, если вы посмотрите, как мы пиарим наши проекты, мы всегда в пиаре проектов задействуем и клиентов, и наших сотрудников. То есть всегда можно посмотреть, увидеть реально команду. И мы вводим наших клиентов на конференции, они рассказывают про наши проекты. На самом деле, вот такое вот большое внимание к клиенту во время сдачи проекта рождает очень хороший поток дальнейших проектов. Мы становимся в какой-то момент такой семьей сплоченной, где паттер-фамилией, сам семьи является наш аккаунт-директор. И вот это очень клево генерирует нам постоянный входящий поток, вернее, внутренний поток лидов. Ну, соответственно, как я сказал, я считаю, что пиар – это незаменимый инструмент для обеспечения себя постоянным потоком лидов. И перед тем, как начать много пиариться и активно пиариться, единственный способ обеспечить себя действительно качественным объемом лидов после вашего пиара – это убедиться в том, что вы сами верите в то, что вы особенные. Вот если вы поверите в то, что вы особенные, и разберетесь, почему именно вы особенные, вот неважно в чем, но просто вот вы должны поверить, что вы вот такой один. И в это поверят как минимум ваши близкие. Вот после этого вам, в принципе, достаточно любых инструментов, начиная от статей, я не знаю, там, различных пресс-релизов, фейсбук и даже телек, и неважно, какие каналы вы будете использовать для того, чтобы максимально, значит, иметь максимальный посев, так скажем, да, вашего позиционирования, это здорово будет работать. Значит, ну вот после того, как вы, собственно, обеспечили себя очередью заявок, я считаю, очередь должна быть больше, чем вы можете производить. Вот это, кстати говоря, принцип, над которым спорят многие, чего должно быть больше заказов или производственных мощностей. Вот я сторонник того, что производственных заказов всегда должно быть больше, чем ты можешь произвести. Так работают практически все успешные производственные, да и торговые компании. Если мы придем покупать какой-нибудь автомобиль хороший, нас поставят в очередь, мы будем этот автомобиль ждать. Ну, если, конечно, не какой-то автомобиль стоит на витрине, да. Вот. Так вот, после того, как вы себе создали поток лидов, у вас есть очередь, вы из нее можете выбирать, собственно, что вы будете продавать. Мы задаемся вопросом, как же, собственно, много продавать. Ну вот, как я сказал, не всех нужно пускать к вам. Очередь должна быть сильно больше, чем вы можете сделать, потому что потом вы можете очень интересно с этим играть. Как мы работаем с нашей очередью? На входе любого нашего клиента встречает девочка. Девочка, собственно, у нее задача очень примитивная. Задача разгрузить наших аккаунт-директоров, потому что это дорогостоящий и очень высоко квалифицированный ресурс. Соответственно, задача девочки первого убедиться, что клиент или заявка, которая к нам пришла, имеет все необходимые атрибуты. То есть есть заполненный бриф, есть какие-то материалы необходимые, приложенные техническое задание и так далее, для того, чтобы, собственно, дальше пустить эту работу. Для начала это фиксировалось в Excel-чике. В принципе, таблички Excel при малом потоке, при малой очереди вполне достаточно. Не надо сюда каких-то сложных инструментов. В какой-то момент, когда лидов стало много, мы это все дело интегрировали в CRM. Соответственно, что дальше? После того, как девочка обработала на входе все заявки, была выбрана часть заявок, с которой мы, собственно, работаем, в которой есть все необходимые атрибуты, все пускается по кругу наших аккаунт-директоров. У нас 4 аккаунт-директора в компании. Каждый аккаунт-директор руководит группой менеджеров. Всего порядка 25 менеджеров у нас сейчас трудятся. Соответственно, каждый аккаунт-директор получает лид. Ну, предположим, какой-то клиент со всеми необходимыми атрибутами хочет сделать определенный проект. Аккаунт-директор смотрит. А вписывается ли ему сейчас в текущее моего состояние портфель этот лид? Да, нет. Если ему не нравится, или он не хочет его брать, или у него сейчас перегруз, он его не берет, пускает дальше. Если все 4 аккаунта-директора пасуют, то уходит этот лид в партнерскую программу. То есть раньше мы эти лиды выкидывали, или мы их ставили на длинный лист ожидания. Сейчас мы их отдаем в партнерскую программу. Партнерская программа – это для нас было достаточно такое классное открытие. Сейчас мы построили, ну, я не знаю, наверное, самую большую партнерскую сеть. То есть у нас 80 компаний, партнеров, и, собственно, 80% лидов отдается в партнерскую программу. Партнерская программа выглядит просто. То есть если у нас есть приблизительно вот такой вот круг согласования у аккаунта-директоров, возьму, не возьму, точно такой же есть круг согласования у партнеров. Как только переходит в партнерскую программу лид, каждый из партнеров говорит хочу, не хочу. Если несколько хочет, они, соответственно, сражаются за этот лид, и дальше лид, собственно, обрабатывают. Значит, те лиды, которые мы, собственно, отобрали, которые будут дальше вести наши аккаунт-директора, у нас по ним есть правило. Мы должны победить в 100% случаев. Если ты вдруг считаешь, что мы, ну, ты это аккаунт-директор, считаешь, что по какой-то причине мы в тендере не победим, не надо в него вообще лезть. Поэтому вообще, если говорить про продажи, продажи в нашем текущем состоянии – это очень дорогая история. Поэтому проиграть в этой дорогой истории значит потерять очень много денег, да? Значит, почему она дорогая? Объясню. Во-первых, в продаже участвуют практически все топ-менеджеры. То есть все руководители различных направлений, руководители… Ну, то есть, понятно, все, кто обладает максимальной экспертизой. Если мы приезжаем к клиенту, мы должны полностью раскрыться. Мы должны показать, что таких, как мы, больше нет. Это первое. Второе. Во время продажи существует огромное количество политики. Первое. Мы должны обязательно разобраться, кто на стороне клиента будет присутствовать на всех встречах, кто заинтересованное лицо, у кого из представителей клиента какие интересы личные и общие. Дальше. Мы должны разобраться, кто из наших конкурентов участвует в этом тендере. Мы должны понять, какие у них сильные и слабые стороны. Мы должны подготовить нашу стратегию продажи в конкретном случае таким образом, чтобы представить себя максимально сильно по сравнению со всеми клиентами в именно этом случае. Если нужно, мы проведем аналитику по проекту. Если нужно, мы поймем, что на стороне клиента хромает менеджмент, мы предложим ему сразу же на этапе тендера полностью взять менеджмент на себя. Если нужно, мы предложим ему возможность высадить десант к нему на сторону, чтобы облегчить, предположим, убедить его в том, что мы максимально быстро добьемся необходимых сроков. Так вот. В общем, процесс продажи длинный, долгий, дорогой, и поэтому в нем надо обязательно побеждать. Ну вот приблизительная статистика. На данный момент находит около 200 качественных обращений в месяц. Где-то стоимость их в районе 80 миллионов рублей в месяц. И, соответственно, внутрь мы берем из них лишь 20%, остальное все уходит в партнерку. В общем-то, после того, как вы разберетесь с тем, как много продавать, или вы уже на данный момент много продаете, и у вас с этим проблем нет, вы переходите в стадию, с которой сталкивается большинство компаний, и многие на этом этапе на самом деле умирают. Продавать много не так сложно. Вот очень сложно много производить. И чем дальше ты идешь, тем больше ты это понимаешь. Производить много, производить качественно и в срок очень сложно. Продать много, никаких проблем. Так вот, как много производить? Ну, во-первых, как с очередью продаж, такая же должна быть очередь в производстве. Если у вас нет очереди на производство, то есть если все сразу же получают сервис, то есть клиент обратился и завтра уже начали его проект пилить, то это значит, что у вас все не очень хорошо, особенно, наверное, у вас все не очень хорошо с рентабельностью. Потому что если у вас нет очереди, значит, у вас есть простое. Если у вас есть простое, значит, вы теряете деньги. Добавочная стоимость у нас не очень большая, соответственно, любое простое фактически может убить всю рентабельность. Поэтому простой убытки, очередь, прибыль, но опять же не надо путать очередь с хаосом. Многие не умеют работать с очередью. Что значит очередь? Клиент должен сразу же получить понимание того, когда его проект запустится в производство. И существует очень много маленьких трюков, как это можно сделать. Например, в договоре мы прописываем, практически в любом договоре прописываем необходимые условия, что мы имеем право взять на себя месяц на формирование команды. Понятно, что в некоторых случаях мы, смотря и загрузки производства, можем пойти навстречу клиенту и начать пилить проект до согласования договора. Иногда мы можем использовать пункт про согласование договора до начала работы. Ну то есть ты всегда имеешь право очереди управлять. То есть у тебя очередь а должна быть, а второй ей надо умело управлять, чтобы не возникал хаос. Так вот, как же после того, как мы, собственно, заключили контракты, как после этого у нас строится производство? Ну, в первую очередь менеджер, конечно же, нарезает весь проект на его этапы. И все это у нас сначала было в табличке, то есть мы это называли табличкой отгрузок. Заключили контракт, в табличку отгрузок попали все этапы. Понятно, каждая этапа актом закрывается, у каждого этапа есть стоимость. После этого, как только проект нарезан, каждый из представителей заинтересованных подразделений, ну, предположим, руководителей дизайна, проектирования дизайна, разработки, каждый из них обязан предоставить ресурсы. Он должен прямо там же в табличке отобразить, а, собственно, кто будет трудиться на этом проекте. И он дальше должен таким же образом обеспечить рентабельность этого производства. То есть, ну, фактически мы сейчас пришли к тому, что у нас есть себестоимость, то есть есть ресурс на этот кусок работ, и есть стоимость вот этих производственных работ, себестоимость. И дальше есть понятная итоговая сумма, сколько по акту мы получим денег. То есть мы можем автоматически просчитывать рентабельность каждого куска, но самое главное даже, что мы не просто рентабельность просчитывать, самое главное, что мы можем планировать загруженность каждого ресурса. Фактически мы можем после такой истории выводить ганты не просто по проекту, мы можем выводить ганты по каждому сотруднику, видеть, как у нас загружены внутренние сотрудники, внешние и так далее. Вообще ресурсы… В какой-то момент мы поняли, что ресурсы – это такая интересная штука. Ну, ресурсы, я называю, всех конечных исполнителей, которые не занимаются управлением, которые занимаются непосредственно производством. Неважно, кто это – проектировщик, дизайнер, разработчик, тестировщик. Ресурсы – это очень интересная сущность. Их иногда бывает очень много, иногда бывает очень мало. Чаще бывает очень мало, но это если вы быстро растете. В какой-то момент, если вы вдруг не растете, у вас их становится больше, если вы, например, падаете по оборотам и по заказам. Значит, у нас ресурсы… То есть как только мы поняли, что ресурс – это самый… должен быть самой масштабируемой единицей в компании, ну, потому что если у тебя растет сильно вдруг загрузка, загрузка никогда не бывает линейной, она никогда не бывает стабильной, она всегда падает или увеличивается, в общем-то это постоянная такая амплитудная история. Так, в общем, ресурсы должны очень быстро под эту историю адаптироваться. Поэтому у нас существует несколько таких критериев по ресурсам. Первое – это внутренние штатные ресурсы. У нас есть правило, что все штатные ресурсы всегда должны быть подкреплены фулл-тайм контрактом. Ну, то есть, грубо говоря, если у нас есть внутри единица, которая занимается непосредственно производством, она должна быть на 100% времени выкуплена клиентом. Это первое. Второе. Значит, есть такое понятие, как кадровый резерв. Тоже этому надо уделять большое внимание. Грубо говоря, списки самых классных сотрудников, моих конкурентов у меня всегда есть. Я знаю, в кого из них когда пальцем тыкнуть, когда нужно очень быстро масштабироваться. И третье – это в какой-то момент мы поняли, что нам нужна, собственно, большая команда субподрядов. На данный момент у нас за 4 года создана целая федеральная сеть из субподрядных компаний. 80 компаний в ней участвуют. В общем-то, вот эта сеть субподрядчиков позволяет нам быстро масштабироваться. То есть у нас есть всегда… То есть, грубо говоря, если рисовать, то вот видно, как у нас протекает, скажем, загрузка. Вот минимум загрузки мы всегда обеспечиваем внутренними ресурсами. Все амплитуды покрываем аутсорсом. Даже если аутсорс по деньгам менее выгоден, ну вы вдруг посчитали, что вам внутреннего человека дешевле содержать, то на самом деле вот эти вот амплитуды показывают, что простой вашего внутреннего человека в результате вот всю вот эту рентабельность убьет. Поэтому лучше амплитуду покрывать внешними, значит, внешними командами. Но опять же, речь идет об аутсорсе только исполнителей. Все управленческие функции тимлида, все должно быть внутри. Значит, ну в общем-то, как все сейчас управляется в Агима. На самом деле, вот в какой-то момент мне кто-то рассказал про такую систему. Я ее назвал системой бабочки, где мы имеем несвязанные, неподчиненные друг другу два кластера, значит, людей. Первое – это вся экспертиза, которая существует в компании. И второе – вся управленческая команда, которая есть в компании. Они друг другу не подчиняются. Вся экспертиза состоит, собственно, из руководителей основных экспертных направлений. Ну, скажем, руководитель отдела аналитики, руководитель отдела юзабилити, руководитель отдела дизайна и так далее и так подобное. Под каждым из них есть свои специалисты. То же самое в управленческой команде. Есть четыре аккаунта директора. Под каждым из них есть PM различного рода. Я сейчас в двух словах расскажу, какого плана PM у нас бывает. И, в общем-то, они взаимодействуют между собой с помощью команды администрации. Понятно, я являюсь одним из представителей команды администрации. В общем-то, различные арбитражные функции команда администрации тоже выполняет, когда вдруг возникают какие-то конфликты. Но, в общем, такая система позволяет нам быть очень устойчивыми. С одной стороны, у нас есть экспертиза, которую мы постоянно наращиваем внутри и которая никак не зависит от менеджмента. С другой стороны, у нас есть крепкая менеджерская команда, внутри которой может какая-то текучка линейных PM-ов происходить, но при этом мы сохраняем основных аккаунт-директоров, которые ведут основные клиентские портфели. Что из себя представляют руководители направлений экспертизы? В общем-то, руководители направлений экспертизы – это самый главный эксперт. Вы можете этих экспертов видеть постоянно на конференциях от нашего имени выступающих. Каждый из них – это самый высокоуровневый эксперт не только в компании, но и на рынке. Мы так его позиционируем. Под ним трудятся эксперты, которые у него учатся. Собственно, эти люди отвечают и внутри, и снаружи за то качество продукта, которое мы даем на каждом этапе производства. В общем-то, инфраструктура в отделах экспертизы выглядит следующим образом. То есть, в основном, у каждого более-менее крупного подразделения, у руля стоит вот этот самый выдающийся эксперт, у него есть заместитель, на нем больше такие исполнительные функции, то есть он больше занимается организационными вопросами, арбитражными вопросами внутри цеха. Дальше есть ресурс-менеджер, если это совсем большой отдел. Ресурс-менеджер непосредственно занимается только тем, что он, как я вам рассказал, вот есть план по отгрузкам на определенный проект, который менеджер поставил. Так вот, ресурс-менеджер в отделе экспертизы подбирает ресурсов. Изнутри, снаружи. В общем-то, он обеспечивает на три месяца вперед, как минимум, любой проект ресурсами заранее. Дальше есть тимлиды. Тимлиды – это наша гордость. В любом абсолютно цеху у нас есть тимлиды, разработка, дизайн. Тимлиды называется у нас арт-директорами и так далее. В общем, тимлиды – это такие же практические специалисты, как руководители отдела. На самом деле, надо понимать, что в какой-то момент вдруг руководитель отдела может не стать. Будем надеяться, что они будут все долго жить, но тем менее. Поэтому у вас всегда есть замена. Тимлиды – это фактически точно такие же управленцы, такие же руководители основного цеха. Поэтому, во-первых, это подрастающая смена, а во-вторых, это та команда, которая непосредственно управляет ресурсами. У каждого тимлида в подчинении своей, собственно, проекта и своей команды. Ну и, в общем-то, ресурсам. Дальше. Руководители групп менеджеров, те самые аккаунт-директора. Что из себя представляют они? Это самые опытные менеджеры проектов. У каждого из них за плечами десятилетняя история управления проектами, управления различными менеджерами. В общем, это самые опытные люди, которые повидали сотни проектов. Им продать проект или разрулить какую-то проблему ничего не составляет. У каждого из них в подчинении своя команда менеджеров. У каждого у них в управлении свой клиентский портфель. И, в общем-то, их основной KPI – увеличивать объемы этого клиентского портфеля. Соответственно, их система мотивации устроена очень просто. Чем больше у тебя клиентский портфель, тем больше ты получаешь. Что из себя представляет инфраструктура в отделах менеджмента? Во-первых, в отделах менеджмента, если мы говорим о большом проекте, например, у нас есть один из проектов, который в год у нас приносит только на производство в районе 50-60 миллионов рублей. На этом большом проекте у нас создана следующая инфраструктура. Во-первых, во главе стоит Product Owner. Фактически это менеджер, который является представителем заказчика на нашей стране. Ну, то есть это наш человек, но этот человек постоянно катается то к заказчику, то к нам. Его задача – формировать длинный лист задач. То есть, что всегда была очередь из задач именно по этому проекту. Дальше есть Project Manager или Project Manager. Между ними по-разному могут делиться работы. Вопросы ли задать? Давайте потом. Значит, несколько Project Manager. Между ними могут делиться куски работ, могут делиться роли. Кто-то может быть джуниором, синером, неважно. И вот такая еще есть история, которая называется Manager первой линии. Когда она у нас появилась, мы очень начали этого радоваться, потому что мы смогли обеспечивать SLA. У любого заказчика на любом проекте рано или поздно возникает следующая ситуация. Вы мне не пилите баги, потому что вы запускаете новый функционал. Или наоборот, вы запускаете новый функционал и не можете допиливать баги. Так вот, проблема легко решается. Мы заключаем, понятно, поддержку с клиентом. Есть SLA некий, в течение которого мы обеспечиваем время реагирования в течение, скажем, 15 минут. Обеспечиваем некие основные принципы обработки большого количества задач быстро. Так вот, эти принципы у нас зафиксированы как с клиентом, так и с сотрудником, менеджером первой линии. Его задача — обработать весь входящий поток вопросов. Но что вы приблизительно понимали, менеджер первой линии на вот этом крупном проекте у нас в день обрабатывает 250 писем от приблизительно 15-16 представителей заказчика. Задача — по быстрым письмам сразу дать ответ, по более долгим письмам передать менеджерам второй линии, project manager, их пропинговать, убедиться, что они дали ответы. В общем, он отвечает в основном за коммуникацию. В общем-то, чем дальше вы идете, чем больше у вас процессов возникает, они могут быть абсолютно разные. Не надо пытаться под ваши процессы подтянуть ваш бизнес. Скорее пытайтесь ваш бизнес понять, как он растет, и под него заточить или описать бизнес-процесс. Так вот, мы начинаем сразу описывать. Мы их называем правила игры. Эти правила игры фиксируем в Вики. Там же все могут их комментировать и так далее. Автоматические некоторые процессы, которые мы регламентируем, вырастают в автоматизированные процессы. Например, как я привел пример с переговоркой. Сначала мы просто писали на стенке о том, что нам нужна переговорка. Потом мы начали использовать Google Docs. Потом у нас появилась автоматическая система. В Bittrex 24 мы начали ставить галочку. Дальше то же самое происходит с, например, системой отпусков. То есть все процессы, которые у нас требуют постоянного внимания, мелкие, они просто автоматически в какой-то момент перерастают в программную систему. То есть там ничего сложного нет. Более сложные процессы остаются просто описанными регламентами в нашей Вике. Еще важную вещь мы поняли, что несмотря на то, что кажется всем очевидным, что вроде пришел новый сотрудник, ну что там разобраться в том, как у нас работает, на самом деле на изучении правил игры требуется достаточно много времени. И поэтому делаем следующим образом. Как только мы взяли сотрудника, он даже еще не вышел на работу, мы уже его после подписания NDA опускаем в нашу Вики. И в некоторых разделах он должен обязательно изучить всю информацию. То есть все, что касается офиса, все, что касается workflow, вот все это он должен знать. И когда он придет на работу, в первый же день мы его начнем тестировать. То есть мы ему сразу будем спрашивать, а как работает это, кому ты подойдешь за таким-то вопросом и так далее. Он все это должен знать, чтобы он сразу с первого дня был подготовлен. Понятно, помимо этого мы еще у себя в какой-то момент внедрили различные тесты на входе, чтобы сразу отсеивать людей по IQ. Вот сейчас вот у нас появляются тесты на психотипы и так далее. В общем, тесты на умение правильно формулировать свои мысли. В общем, всякие правила игры для вступления и для работы сотрудник должен впитать сразу. Значит, вообще, когда спрашивают, а что, собственно, нужно регламентировать или автоматизировать, я вот всегда отвечаю так. Если вы считаете, что вам ничего не нужно регламентировать, автоматизировать, не надо ничего не регламентировать, не автоматизировать. Все это появляется само. Вот как только к вам начинают люди подходить постоянно с одним и тем же вопросом, вы ответите на него один раз, второй раз, третий. На четвертый вы поймете, наверное, что лучше где-то записать. На пятый вы, наверное, поймете, что лучше какой-то там тест дать и так далее. То есть как только у вас возникает много постоянной, однотипной работы, автоматизировать ее, превратить ее в процесс. Значит, была ошибка у нас одна, когда 4 года назад мы начали писать регламенты. Я вообще всегда старался и стараюсь строить нашу компанию такой демократичной. Все равны, все имеют право как бы на свое мнение, каждый имеет право управлять командой. И поэтому я решил, что любой регламент, который я придумаю, я буду согласовывать со всеми топ-менеджерами. Я назвал это сайт директоров. И вот мы каждый понедельник в 10 утра собирались с советом директоров. Перед нами лежал регламент. Я вообще по образованию юрист. Поэтому я очень любил всю эту законотворческую деятельность. Кто-то, значит, формирует законопроект, потом мы садимся и его обсуждаем, потом мы за него голосуем. В общем, такой цикл утверждения законопроекта в закон. Но, в общем-то, все это превращалось в бюрократическую фигню. Каждую неделю мы собирались этим важным советом директоров. Сидели, занимались какими-то глупостями, потом забывали про эти регламенты. И я понял, что на самом деле лучшие регламенты формируются очень просто. Заинтересованный в регламенте человек, это может быть любой человек, это может быть просто, ну, я не знаю, опять же, девочка на ресепшене. Кто угодно, кто хочет у нас в компании внедрить какие-то правила. Формирует правила игры, законопроект этот, да. Потом согласовывает с теми людьми, которых этот законопроект будет касаться непосредственно. После того, как это согласовано, он просто подходит к своему руководителю и говорит, вот правила игры, они согласованы с такими-то ребятами, почитай. Руководитель почитал, принял, все. Дальше после этого люди имеют право комментировать. Ну, конечно же, имею там, я право вето вдруг, если что-то произойдет, но я им редко пользуюсь. То есть фактически правила игры формируются сами автоматически, люди их комментируют, то есть видно общественное мнение. Такая вот демократическая управленческая штука. Ну и, конечно же, нужно понимать, что в любом управлении есть два основных, как бы, две основных части. Первая в эффективном управлении это постановка задач, и вторая это контроль ее выполнения. Так вот, контроль выполнения любой задачи, это, конечно же, отчетность. Отчетность нужно собирать, нужно требовать, нужно не лениться ее изучать. И отчетность начинается с проектов. На проектах должны быть на всех ганты. На проектах надо видеть, сколько часов, собственно, планируется, кто эти часы будет вырабатывать, насколько этот сотрудник реально живой здесь и готов работать. Значит, мы должны видеть по каждому сотруднику его выработку, сколько часов он производит, насколько его эффективность. Если он постоянно производит мало, то, соответственно, мы можем какие-то вопросы задавать по этому сотруднику. Мы можем видеть работу каждого отдела, насколько рентабельное отдела, насколько возможно в будущем рентабельный отдел, его историю и так далее. Ну и, конечно же, управленческая отчетность. Чем дальше вы будете в различные стороны шагать, не просто, вот я про это позже скажу, не просто наращивая внутри объема, а, скажем, еще и взаимодействие с другими компаниями, поглощая какие-то компании, управленческая отчетность будет становиться все сложнее. Так вот, пара слов про развитие. Как я вообще считаю, мы должны развиваться дальше? Ну, во-первых, конечно же, создавая новые направления. Вот мы четыре направления за последние два года запустили, мы очень активно их прокачиваем. Я считаю, нужно, конечно же, из одной услуги, и особенно если ты уже подошел к потолку объемов по этой услуге, из услуги выходить дальше в дополнительные смежные отрасли. И поэтому мы создаем новые направления у себя, эти новые направления качаем. И понятно, что у каждого направления чуть-чуть другие бизнес-процессы внутри. И не надо этого бояться. Вы сами потом поймете, как они должны с вашей системой взаимодействовать, ну и так далее. Главное, не надо натягивать какие-то существующие шаблоны уже на новый бизнес, потому что новый бизнес – это всегда эксперимент. Значит, дальше, вот, например, у нас появляются такие истории, что вот направление Агима Мобайл у нас выдвинулось вообще в отдельную компанию Агима Мобайл. Сейчас вот недавно мы, значит, мыслились со старым игроком на рынке мобильных разработок Галсофт. Теперь у нас компания называется Агима Мобайл Галс. И вопрос, как этим управлять, если у нас уже есть внутренние какие-то бизнес-процессы внутри Агимы. Поэтому, как только ты начинаешь понимать, что вроде бы задействованы несколько юрлиц, там должна чуть сложнее становиться управленческая отчетность, самое главное даже возникает на уровне взаимодействия. У нас часто, как только Агима Мобайл стал отдельным юридическим лицом, отдельным компанией, у нас сразу возникли вопросы у многих сотрудников Агима Мобайл – это вообще Агима. Как нам взаимодействовать, на чьей стороне будет менеджер. То есть много вопросов, которые тебе задают. Опять же, если тебе задают постоянно вопрос один и тот же, ответь на него, зафиксируй в правилах. Правило может поменяться, потом ничего страшного, все ошибаются. Если вопрос один раз задали, не обязательно из этого рождать какие-то правила, не обязательно это превращать в процессы. Еще раз призываю всех, не нужно стараться расти лишь увеличением мощности производственных ресурсов. Нужно расти, собственно, рождая различных дочек. Поглощая другие компании. То есть открывая новые направления, превращая их в отдельные бизнесы. И не нужно бояться того, как этим потом всем управлять. Вы сами потом разберетесь. Начинайте с простых инструментов, не тратя на это много денег. С почты, просто общения. И потихонечку фиксируйте все. Я пришел к тому, что любой процесс ты сначала фиксируешь, потом делегируешь, потом со стороны смотришь. А, собственно, как он работает, что-то подтюнишь и все превращается в процесс, в регламент. И достаточно хорошо работает. Ну и самое главное, что я недавно слышал, что какие-то компании уже управляются роботами. И вот я все-таки считаю, что если компания управляется роботами, она никогда не сможет стать уникальной. Она никогда не сможет стать не такой, как все. Она не сможет сделать резкого скачка. Все очень просто, потому что какие бы бизнес-процессы, какую бы программу вы не заложили, все все равно будет упираться в людей. И поэтому я сделал акцент на то, что у меня сформирована сильная команда лидеров Агимы, топ-менеджерский состав. Фактически каждый из этих людей может придумывать свои бизнес-процессы в компании, может свою систему управления внедрять. Я с ней не спорю. И на самом деле между всеми людьми в компании существует, между топ-менеджерами существует доверие. Мы понимаем, что у нас общий вектор, у нас есть общие цели. И если мы в этом расходимся, то никакие бизнес-процессы нам точно не помогут навести порядок. В общем-то, помимо этого, хочется пожелать каждому из вас соответствовать росту своей компании, расти самому, учить английский, если вы вдруг до сих пор его не знаете, потому что в какой-то момент вы упретесь в контракт своей мечты, в котором вам понадобится английский, и его не получат только потому, что вы не знаете английский. Или заниматься спортом, например, и проповедовать спорт в массы, потому что здоровые сотрудники значительно эффективнее, чем сотрудники, которые бухают каждый день. Я действительно рекомендую занимать спорт, тратить это много времени. Ну и, в общем-то, спасибо. Надеюсь, у вас вопросы есть. Вы говорили про то, что у вас есть олнеры. В основном олнер должен быть мотивированным, он должен гореть проектом и так далее. Соответственно, он встречается с заказчиком, он встречается с внутренними, с коллегами уже. А как вы проводите мотивацию именно олнера о том, что он болеет за продукт, о том, что он пытается, возможно, помочь заказчику сделать его лучше, рассказать о том, что можно сделать намного больше, чем он себе представляет? Я не имею в виду, что у него есть какие-то там KPI, которые влияют на его зарплату или еще что-то такое. Возможно, есть какие-то другие рычаги, с помощью которых вы решаете этот вопрос. Ну, значит, рычаги, самый простой рычаг – это всегда деньги. Им управлять проще всего, и поэтому система мотивации, конечно, у продакт-оунера тоже есть. Она заточена на объемы. Чем больше объемов он генерит от клиента, тем, соответственно, грубо говоря, выше его заработная плата, если мы говорим про материальную мотивацию. Но нематериальная мотивация, она всегда очень сложная. Поэтому я считаю так, если человеку не интересно, если он не пытается проект двигать вперед, если он не болеет проектом вместе с заказчиком, то он тогда не может быть просто продакт-оунером. Продакт-оунер – это тот человек, который из менеджера проекта вырос, собственно, в такую единицу, которая болеет проектом, которая верит в его будущее. Зачастую этот человек спорит с заказчиком, зачастую у нас очень жаркий дебат возникает с заказчиком. Ну и заказчику, в конце концов, это очень нравится. Он нас за это и любит, что мы за этот проект болеем. Вместе ошибаемся и так далее. Но мы справедливы как бы. Поэтому достаточно сложно на основе этого построить какую-то мотивацию. Мы пробовали много разных штук. Мы пробовали ежемесячную оценку от клиента. То есть клиенту прям вот давали чек-лист. Он по этому чек-листу оценивал менеджеров, продукт-оунера. Оценивали себя внутри. Такая была закрытая оценка у каждого сотрудника. Спрашивали, что он думает о другом сотруднике. Много таких штук. Но, если честно, они особо не работают. Они, в общем-то, могут какую-то картину, наверное, показать. Но ты, скорее всего, и сам эту картину уже знаешь. То есть… То есть, получается, вы оунору даете возможность выбрать проект. Например, если ему неинтересно заниматься этим проектом… Да. Да, если ему неинтересно, ты его не заставишь быть продукт-оунером на этом проекте. Ну, кстати говоря, интересная история, что на некоторых проектах продукт-оунеры вырастают таких суперэкспертов. Вот у нас один из продукт-оунеров, который был на Альфа-страховании, вырос в аккаунт-директора по страховым продуктам. У нас отдельная аккаунтская группа, где собрана максимальная экспертиза в страховании. И вот этот парень, продукт-оунер бывший, теперь аккаунт-директор, он теперь на всех тендерах по страховым, он приезжает, его просто слушают за хлеб часами, потому что он знает все. Он болеет этим делом, он верит в будущее онлайн-страхования, ну и так далее. Спасибо за доклад. И вопрос в самом начале. Вы сказали о фильтрах на вхождение в вашу компанию. Тестируете на интеллект, вы поняли необходимость этого. Потом сказали о неких психотипах. Можно об этом поподробнее, это первый вопрос. И второй. Не думали ли вы о том, что нужно людей еще тестировать на соответствие неким нравственным стандартам? Интересно, да. Значит, вообще, конечно же, все понятно на собеседовании всегда. Причем можно даже не говорить, наверное, по каким-то профессиональным навыкам, просто иногда на уровне общения человеческого, понятно, человек потянет или не потянет работу, потому что сложно. Очень редко к тебе приходят готовые специалисты. Мы настолько все разные компании, что какой бы к тебе ни пришел специалист, все равно будешь затачивать под себя. Поэтому на собеседовании, в принципе, все понятно. Все, что выходит за рамки собеседования, вот различные тестирования, да, это все вспомогательный инструмент для того, чтобы собеседование прошло быстрее и повысить чуть-чуть вероятность своего решения на собеседование. Первое, что у нас появилось, это тест на IQ. Просто хотелось, ну, во-первых, мы у себя все внутри компании прошли тест на IQ, поржали там над одним из наших сотрудников, которого было 20%, хотя он просто гениальный. Ну, у меня вроде такой нормальный балл был. Ну, в общем, я понял, что, наверное, это работает в большинстве случаев. Мы внедрили этот IQ-тест, и просто когда к тебе приходит на собеседование сотрудник, ты смотришь IQ-тест, посмотрел его оценку, посмотрел его резюме, и дальше он открыл рот, и ты уже понимаешь, ага, IQ-тест правильный. Ну, то есть, вернее, то, что он ему неправильно ответил, тут же как бы отражается в его разговоре. То есть это такой вспомогательный инструмент. Дальше мы внедрили тесты на умение правильно формулировать свою мысль и умение вычленять главное из плохо сформулированных мыслей. Потому что надо понимать, что наша работа — это постоянное общение. И вот когда возникает мискоммуникация, скажем, в тикете, когда кто-то что-то описал, и возникает просто, ну, я не знаю, кто-то начинает делать не то, что описано, просто потому что он не понял. В общем, коммуникация — это самое главное, как с клиентом, так и внутри. Поэтому мы придумали такой тест, и, в общем-то, у нас люди пытаются его тоже проходить, у нас тоже есть балл за этот тест. Он, опять же, тебе помогает на собеседовании проверить, насколько человек вообще соображает. То есть самое главное — брать сообразительных людей. Вот эти два теста нам начали это показывать. Тест по психотипам у нас появился недавно. Вернее, он до сих пор еще не интегрирован, мы его только делаем. Но эта штука очень интересная. Что мы сделали? Мы к себе пригласили одного очень крутого психолога. Он у нас пообщался со всеми топ-менеджерами. Сначала он мне нарисовал карту того, как общаются внутри наши топ-менеджеры. И рассказал про то, как к каждому топ-менеджеру подходить. Это было очень интересно, потому что к одним ты должен подходить. Типа, слушай, а подскажи, как лучше, как бы ты поступил бы. А к другим нужно подходить — так, сделай это. А к третьим — только ты это сможешь сделать. Ну, в общем, короче, к каждому свой подход. А дальше мы начали разбирать, что оказывается, в целом, когда мы пообщались с различными специалистами, существуют приблизительно определенные психотипы, наиболее подходящие под эту специальность. Или, скорее всего, неподходящие. Каким бы он, вроде бы, талантливым не был, скажем, менеджер, вернее, человек, да, но если он хочет стать менеджером, и у него такой психотип, то, скорее всего, он будет фатчить сроки. То есть он не будет вот этой четкости, да, он не будет солдатом, воином и так далее. В общем-то, пока, опять же, это будет необязательной штукой. То есть у нас не будет такого, что, ага, ты как бы по психотипу такой, поэтому ты в нашей компании не можешь работать. Нет, конечно. Все три теста будут являться неким рекомендателем. То есть ты посмотрел, по психотипу не подходит, IQ хреновый, я не знаю, мысли свои не формулирует, и вроде даже по-русски ничего сказать не может на собеседовании, но однозначно надо его гнать в шею. То есть как-то вот так вот. Ну и вопрос был какой-то тест, да? Да, про нравственные стандарты. Ну, да, нравственные стандарты – сложная история, все такие разные, я не знаю, в компании все такие разные. Мы стараемся не говорить на политические темы вообще там. Ну, иногда некоторых послушаешь сотрудников, думаешь, е-мое, как мы вообще с ними работаем. Все настолько разные. Кто-то байкер, кто-то там, я не знаю, ну там и так далее. Все абсолютно разные. Поэтому нравственные стандарты делать едиными, наверное, будет сложно, потому что и так сложно найти действительно клевых людей. Но если еще прям по нравственности всех одинаковыми… Ну да, ну, прибыльность хорошо, это хорошо, когда у всех сотрудников. Но, к сожалению, не все крутые сотрудники думают о прибыли. И в принципе это нормально. Пусть они думают о продукте, о какой-то высокой идее, материи. А есть ребята, которые подумают о прибыли, обязательно убедят, что она будет. Вот. В общем, есть еще вопрос, да? Александр, спасибо за доклад. Но я понимаю, что у вас люди – это основной производственный актив. Вопрос такой, за 10 лет были ли у вас опыты с опционами и были они позитивными или отрицательными, если они были? Хороший вопрос. С точки зрения удержания, например, аккаунт-директоров, самых топовых людей. Вот вы показали 12 человек. Каждый из них из вас, ну это там часть бизнеса, которая там важна, нужная. Да, и там есть подрастающее поколение, которое чуть что заменит. Но там вопрос такой, долгосрочная мотивация топ-менеджмента вот в разрезе опционов. Было, не было, плюс-минус там впечатление. Спасибо. Отвечу коротко. Пока не было, но планируется. Но как только начали планировать, возникла куча нюансов, один из которых юридический. И юридический нюанс самый такой скверный. Потому что юридический на самом деле опцион, который ты выдашь, большой силы иметь не будет. То есть все равно это все будет на доверии. Такая расписка на листочке, и все равно мы ударим по рукам с этими людьми. Это будет такое джентльменское соглашение скорее, чем юридический документ. Юридически сложно составить действительно рабочий документ, учитывая специфику того, как организована компания у нас внутри. Поэтому да, планируем, думаем, как это сделать лучше. Обязательно сотрудникам самым активным, которые максимальную роль играют в развитии компании, будут выданы опционы. Это будет в ближайшее время. Но пока не было такой истории. Давайте последний вопрос. Александр, большое спасибо за доклад. Вопрос про… Вы упомянули про то, что каждый сотрудник в принципе может быть оценен в плане того, какая его себестоимость с одной стороны, с другой стороны, что он приносит. Как посчитать такие вещи, например, у дизайнеров, у HR-менеджеров? Можете поделиться этим опытом? Ну понятно. Значит, HR-менеджер – это не производственный ресурс. Никак не считать это косвенная затрата. Просто вваливать в часы производственных ресурсов. У производственных ресурсов все проще считается. Есть часы. Это такое прозрачное мерило. То есть у тебя есть стоимость покупки часа, стоимость продажи часа, по большому счету. И чем выше у тебя дельта между ними, тем как бы по идее ты рентабельна. Но еще есть такая штука, как эффективность часа. Она тоже у всех разная. Поэтому нужно балансировать между эффективностью часа и стоимостью покупки и продажи часа. У дизайнеров то же самое. Ну то есть я не верю в дизайн, который рисуется годами, потому что это творческая личность. Такого не должно быть. Хотя вот креативный директор у нас, он не производственный ресурс. Так получилось, потому что мы поняли, что иногда креативный директор у нас, ну самые крутые идеи рождает в метро. То есть он сидит на работе, он может быть в скверном настроении, он ничего не хочет делать. Ну и как бы сидит и все хорошо. Потом мы ему даем задачу придумать что-то на тендер, он приезжает, говорит, я сегодня в метро ехал, смотрите какая идея. И все по полочкам, мгновенно раскладывает, все рисует, занимает все пять минут, идея гениальная. Поэтому спрогнозировать, сколько ему времени нужно будет на то, чтобы что-то придумать, не получается. Поэтому мы опять же запишем в часы тех, у кого спрогнозировать можно. Александр, большое спасибо.